Всем привет! С вами Рустан. Это короткий рассказ о нашем решении речевой аналитики на базе Яндекс.ПичКит. Речевая аналитика необходима в контакт-центре для контроля голосовых каналов, для выявления недовольства, для анализа потребностей и для контроля скриптов разговора. Речевая аналитика всегда была достаточно дорогой от технологии, потому что корректное распознавание речи в текст это было сложно, и компания Яндекс совершила небольшую революцию. Компания вывела на рынок спичКит, который предлагает распознавание речи в текст по очень демократичным ценам. Общая схема работы аналитики следующая. Аналитика интегрируется с телефонией, получает из телефонией голосовые записи и отправляет их в Яндекс.ПичКит. СпичКит возвращает обратно распознанный текст. Далее аналитика выполняет поиск по словарям, анализирует на выполнение скриптов разговоров и формирует отчеты. Распознавание речи — это машинное обучение, это математика. Для обучения математических моделей нужны данные. Чем больше данных, тем лучше обучение, тем лучше распознавание. У компании Яндекс очень большие объемы данных, соответственно, поэтому речевые модели спичКит хорошо обучены. И на сегодня Яндекс.ПичКит предлагает очень корректное и очень качественное распознавание одной из лучших на рынке. Поддерживается очень много языков, включая русский, казахский и узбекский языки. По ссылке переходим на демонстенд и быстро пройдемся по всем разделам. Раздел «Вышифровка речи» — это реестр распознанных голосовых записей. Карточка записи выглядит вот так. Вверху общая информация о звонке, далее медиаплеер для прослушивания голосовой записи, и внизу, собственно, распознанный текст реплики. По клике реплики бегунок медиаплеера переходит на временную метку соответствующей реплики. По поводу оценки... Все найденные совпадения из словарей, они подчеркнуты штрихом и отмечены тегом. По поводу оценки работы оператора, то есть оценки за диалог. Логика оценки реализуется по требованию заказчика. Общая модель, общепринятая, ну, общая, наиболее простая и распространенная — это когда по умолчанию считается, что в диалоге нет замечаний, и оценка за диалог — 100 баллов. Далее, за каждое найденное совпадение слова и словаря мы минусуем вес этого словаря. В данном примере у словаря паразиты, а вес — 10. Соответственно, два совпадения за каждое совпадение минусуется 10 баллов, и оценка за данный диалог — 80, итоговая. Следующий раздел — это раздел словари. В нем мы управляем набором слов, которые входят в словарь. Удаляем или добавляем слова из словаря. Следующий раздел — это фрагменты для контроля скриптов разговоров. Фрагмент — это комбинация слов, которые аналитика должна искать в диалогах с условиями. Условия могут быть и «или», и по условиям, где именно искать в начале разговора или во всем разговоре. В данном разделе мы управляем набором слов, которые входят в каждый фрагмент. Следующий раздел — это графики. Это отчеты. У каждого заказчика свои представления о графиках, об отчетах, общий подход к построению графиков. Следующий — это вверху фильтры для выборки данных из аналитики. Фильтры могут быть по любым метрикам, которые есть в данных. Например, входящие и сходящие, подразделения, периоды, квартал, месяц. Внизу, ниже, под фильтрами — это визуализация выбранных данных. И еще ниже — это, собственно, сырые данные, которые попали в данную выборку с возможностью выгрузки этих данных в Excel. Все графики, которые выложены на демонстензе, это просто для примера. Система поддерживает любые виды графиков, столбчатые, линейчатые, круговые и так далее. Следующий раздел — это раздел «Биллинг». Сервис Яндекс.ПичКит распознает текст с поминутной тарификацией. И в данном разделе мы можем мониторить наши затраты на распознавание. Следующий раздел — это уведомления. Для важных словарей может быть настроено уведомление. И при нахождении совпадения данного словаря система отправляет руководителю контакт-центра, то есть супервайзеру уведомления вместе со ссылкой на данную голосовую запись, на карточку записи. Из уведомлений мы провалимся в карточку записи. Следующий раздел — это график смен в контакт-центре. К речевой аналитике — это непосредственно к речевой аналитике. Это не имеет отношения, но задача составления графика смены, она очень востребована в контакт-центрах, поэтому этот раздел может быть опционально присутствовать. Задача следующая. В контакт-центре необходимо составить график работы операторов на предстоящую неделю. График должен быть оптимальный. С одной стороны, у контакт-центра есть уровень сервиса, нельзя терять звонки. С другой стороны, избыточный персонал — это потери на заработной плазе для контакт-центра. Соответственно, график должен быть оптимальный. Для составления графика нужно спрогнозировать нагрузку на предстоящую неделю по данным за прошлые периоды. Система рассчитает прогноз нагрузки на предстоящий месяц. Например, в примере этого мы прогнозируем на август. Специфика бизнеса может быть такая, что есть сезонность, и в каком-то определенном месяце есть рост или спад трафика. Аналогично по дням недели. Специфика бизнеса заказчика может быть такая, что в какие-то дни недели нагрузка больше или меньше, чем в другие дни. Все это аналитика должна рассчитать, и конечный результат — это прогноз нагрузки на следующую неделю в процессе часовых интервалов на каждый день. Далее система автоматически составляет график смен на следующую неделю и предлагает его операторам. Каждый оператор подтверждает ту смену, которая ему удобна. По результатам у нас согласованный и подтвержден оптимальный график. Следующий раздел, он штатный для каждой системы. Это пользователи, роли и права у каждой роли. Права на создание, на редактирование, на удаление. Решение может быть развернуто как в облаке, так и в контуре заказчика. Наша компания берет на себя сопровождение решения. Решение разработано на стеке Angular плюс NetJS. Это очень мощные фреймворки. Они всегда входят, на сегодня они входят в топ рейтингов фреймворков и активно развиваются. Фреймворк Angular поддерживается компанией Google и очень быстро развивается. Фреймворк NetJS — это свободный фреймворк, поддерживается сообществом. Интерфейс системы современный. Есть анимация, всякие всплывающие уведомления, где нужно, темы. Из коробки систем поддерживает мобильные устройства. Если приложение открыть на экране на мобильном устройстве, то система адаптируется под экран с маленьким разрешением. Вот все, что я хотел рассказать о нашем решении. И следующий шаг, который я могу вам предложить, это провести пилотный проект, то есть распознать какой-то пул записей, например, несколько сотен, чтобы вы могли оценить, как именно Яндекс.ПичКит справляется со спецификой вашего бизнеса и с качеством записи в вашей телефонии. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.